А вы в курсе, что в Сочи можно бесплатно пройти медицинское обследование и посетить в школу здоровья. Такую возможность всем желающим, независимо от возраста, предоставляет Центр медицинской профилактики города Сочи. Здравствуйте, это программа «В курсе» и я, Татьяна Говоркова. В этой студии мы говорим на темы, которые так или иначе затрагивают интересы жителей Краснодарского края и Сочи. Центр медицинской профилактики относится к Министерству здравоохранения Краснодарского края. Центр занимается профилактикой неинфекционных заболеваний, предоставляет бесплатные медицинские услуги по полису медстрахования и занимается пропагандой здорового образа жизни. Один из таких проектов – школа здоровья, слушателем которой может стать любой желающий. Школы здоровья, которые действуют на базе нашего Центра медпрофилактики, они организованы и работают по программам, разработанным Краевым центром медпрофилактики и рекомендованным темам Минздравом Российской Федерации. Во всех лечебных учреждениях города также действуют эти школы. Заниматься в них могут люди разных возрастных категорий, от детей до старших возрастов. Темы этих занятий, вернее не темы, а сами школы, я могу вам назвать, это школы профилактики йод-дефицитных заболеваний, профилактики артериальной гипертонии, сахарного диабета, школы материнства, профилактики инсульта, профилактики инфаркта, ИБС, психоэмоциональное нарушение, профилактика табакокурения, наркозависимости алкогольной. Конкретно у нас действует 17 школ. Для того, чтобы записаться и участвовать в проведении этих занятий, можно по телефону, который находится у нас в Центре здоровья, 253-0196. И тогда уже человек, обратившийся, ему будут предложены школы, которые рассказаны о школах, какие у нас есть. Ну, может быть, этот человек уже обратится непосредственно с диагностированным заболеванием. Ему скажут, когда будет проводиться занятие, человек придет и будет участвовать. Хотелось бы желать лучшего, скажем так, чтобы больше приходило людей, потому что диагностируется заболевание у большего количества, а на занятия ходят в основном пожилые, потому что больше работоспособные граждане заняты, им не до этого. Хотелось бы, конечно, чтобы больше ходило в эти школы. Каждый четверг в 14 часов в библиотеке на улице Чайковского проводятся лекции. Их читают специалисты Центра медицинской профилактики и приглашенные эксперты. Так, например, в канун Всемирного дня борьбы с инсультом говорили о необходимости сердечно-сосудистой профилактики. Болезни кровообращения – основная причина преждевременной смерти человека и самая распространенная в мире. Предлагаю послушать главного кардиолога Сочи Михаила Зыкова. В принципе, профилактика инфаркта, ишемической болезни сердца, любого проявления атеросклероза – принципы единые. Но немного уточню по поводу инсульта. Дело в том, что болезни системы кровообращения, инфаркта, инсульта – это основная причина, которая снижает трудоспособность, приводит к преждевременной смерти во всем мире и особенно в Российской Федерации. Больше 51% инфарктов, инсультов обусловлено именно гипертонией. При этом статистика показывает, и это данные Всемирной Организации Здравоохранения, что 80%, то есть подавляюще, 4,5% всех инфарктов, инсультов можно предотвратить, занимаясь первичной профилактикой, по сути дела. Заниматься первичной профилактикой – это экономически выгодно. Это несложно, нетрудоемко со стороны пациента. Главное – его информировать и следить за качеством проведения профилактических мероприятий. И профилактика сама по себе уникальна тем, что если человек хотя бы одной из 10 рекомендаций выполняет, он уже на какое-то количество процентов снижает риск, сердечно-сосудистый риск. Не говоря о том, что если пациент соблюдает все 10, допустим, основных принципов профилактики, он катастрофически не будет подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям, ну и это, естественно, залог долголетия. Самое первое – это контроль артериального давления. Это основной фактор сердечно-сосудистого риска. В России больше 40% гипертоников старше 25 лет. То есть практически каждый второй человек, житель нашей страны старше 25 лет, имеет артериальную гипертензию. Это основной фактор сердечно-сосудистого риска. И контроль, эффективный контроль давления, в принципе, это основная ступень. Вторая ступень – это контроль холестерина. У каждого второго пациента с той же гипертонией избыточен уровень холестерина, который нужно корректировать, снижать. Но в России всего лишь 3% пациентов, которым нужно, занимаются снижением уровня холестерина. Отсюда и, конечно, то, что мы имеем. Большая смертность, большая инвалидизация, потери трудоспособности, большие экономические затраты. Следующий фактор – это питание. Питание должно быть дробным, побольше овощей и фруктов. Рекомендуется не менее полукилограмма фруктов и овощей в день для обеспечения эффективного питания. Снизить потребление красного мяса. Между прочим, красное мясо – это не только фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это четвертое место на пьедестале риска онкологических заболеваний красное мясо. То есть предпочтение – это белое мясо, курица, индейка, рыба для обеспечения полноценного белка, кисломолочные продукты. Уменьшить потребление соли, снизить потребление углеводов, мучных, хлебобулочных продуктов, сладких продуктов и так далее. Снизить потребление животных жиров, преимущество употреблять растительные жиры. Причем именно с точки зрения доказательств для продления жизни рекомендуется оливковое масло, экстра-виржин, орехи, как минимум горсть орехов каждый день. То есть это основные принципы здорового питания. Я сейчас сегодня это на школе расскажу подробно. Это очень важно, потому что во многих исследованиях еще в прошлом веке было доказано, что каждый такой принцип по отдельности приводит к существенному снижению сердечно-сосудистой смерти. Не говоря о том, что если соблюдать всю совокупность этих принципов здорового питания. Следующий момент – физическая активность. Чтобы быть здоровым, не заболеть, уменьшить сердечно-сосудистый риск, достаточно хотя бы 30-минутных прогулок на свежем воздухе. Ну, интенсивных прогулок, конечно. Не сидеть на лавочке, а, естественно, ходить с ускоренным темпом. Следующий момент – это отказаться от приема алкоголя, от курения, контролировать свой вес. Даже лишний килограмм веса приводит к сокращению на полгода в нашей жизни. Соответственно, эффективный контроль веса – это тоже немаловажная ступенька в снижении сердечно-сосудистого риска в продлении нашей жизни. По поводу заболеваемости. Она несколько выше, чем по Краснодарскому краю. Несмотря на то, что здесь благоприятные условия больниологические для сердечно-сосудистой системы, тем не менее она выше из-за того, что очень большая миграция в нашем городе. Это первое. Второе, конечно, поликлиники не справляются с первичной профилактикой, потому что это массовые мероприятия, и в первую очередь это мероприятие должно направлено на информатизацию пациентов, на обеспечение пациенту необходимой информации по здоровому образу жизни. Конечно, эти факторы страдают. Врачи, можно сказать, захлебываются потоками уже больных, больных, извините за тавтологию, когда, на самом деле, самым эффективным с точки зрения снижения смертности, снижения заболеваний является профилактика и удержание здоровья еще у здоровых, трудоспособных граждан. Это все понимают, по сути дела. Ежегодно ни один указ издается с нашего правительства для того, чтобы усилить первичную профилактику, потому что это основной путь к понижению смертности, к снижению заболеваемости, повышению продолжительности жизни. Наш президент, в принципе, в прошлом году издал указ, направленный, где четко прописано то, что мы к 2025 году, врачи, должны снизить смертность от болезни системы кровообращения на 26%, до 350 случаев на 100 тысяч населения. Это амбициозная задача, которая нам поставлена. И справиться с этим можно только первичной профилактикой, информировать еще здоровых, как не заболеть. Этих пациентов большинство. Что по поводу заболеваемости? В прошлом году нами было зарегистрировано около полутора тысяч инфарктов, чуть больше инсультов. Это уже, то есть, это катастрофические цифры. И, как я уже сказал до этого, 80% из этих событий, острых катастроф, можно было предотвратить своевременной профилактикой. То есть, заболевание безбольшое. Но все, не все в силах наших врачей, конечно, очень многое зависит от пациента. Как он информирован о своем заболевании, так он и будет дальше лечиться и предупреждать. И повторная, вторичная профилактика, она тоже не менее важная. Пациент уже, особенно с первичной, в повторной профилактике, то есть вторичной профилактике, заключается в том, что пациент должен регулярно, систематически принимать лекарства уже. Не только здоровый образ жизни, но еще и лекарства. Вот в этом большая проблема. Есть очень много граждан, которые не могут себе обеспечить необходимое количество препаратов, необходимый перечень препаратов покупать. Потому что некоторые препараты, они входят в категорию дорогостоящих, хотя большинство из них можно и по льготам выписывать. Но вся эта система сильно страдает. Добавлю, что физическая активность одна из основных методов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому помимо лекций, участники школы здоровья могут также посещать лечебную гимнастику и в пятничные часовые прогулки по городу вместе с врачом. Отмечу, что такая возможность есть у каждого, но пока в основном услугами медицинского центра пользуются пожилые люди. И вот, что они говорят, предлагаю послушать. Я посещаю школу психологического практикума, которая помогает нам лучше сориентироваться в жизни, подсказывает, как нам немножко переоценить свои возможности и психологические, и физиологические в нашем возрасте. Это очень важно для нас. Это такая хорошая для нас подмога вот в нашей повседневной жизни. Мы очень признательны, что проходят такие психологические занятия. Идут также занятия по смартфонам, которые провожу я сама, потому что я преподаватель университетов в прошлом, до пенсии. Поэтому очень многим тоже приятно, когда полностью мы на новые переходим от клавишных телефонов, которые для пожилого возраста более приемлемы были, а сейчас на смартфоны переходим. Мы знаем, как сделать фото, как сделать видео, как переслать его близким, как общаться в чатах, как общаться в социальных сетях. Но предупреждаю всегда своих слушателей, что общение в социальных сетях в нашем возрасте должно быть очень ограничено, чтобы мы не погрязли в них. А лучше быть на воздухе, на свежем. Очень интересно у нас еще в активном долголетии экскурсии, которые проводит Елена Сергеевна. Экскурсии всегда очень насыщенные. Мы узнаем все исторические места Сочи. Мы видим, как прекрасно они год от года изменяются в лучшую сторону. Это очень здорово. Ну и, конечно, проходим еще другие, такие вот, как для здоровья, разные гимнастики, да. И также 10 тысяч шагов проходим, участвуем. В общем, жизнь, конечно, разнообразна. С активным долголетием она стала еще более насыщенной и такой со смыслом. Центр медицинской профилактики включает в себя и Центр здоровья, который находится на улице Чайковского. Там можно получить услуги по медицинскому полюсу, измерить давление, пульс, пройти обследование сердца с помощью кардиовизора, определить состояние здоровья своих легких, сдать анализ крови на сахар и холестерин, узнать соотношение своего роста и веса и при необходимости записаться в школу похудения. Кстати, такую же, бесплатную. Административная часть медицинского центра профилактики находится на улице Виноградной, 43-2. Там можно получить консультацию психолога и спортивных врачей. Есть еще и Центр спортивной медицины. Он расположен на улице Абрикосовой, 21. Школа здоровья у нас проходит летом на детских площадках и в школах, и в клубах районных. То есть мы работаем по всему городу. Нас приглашают наших специалистов. Наши доктора выступают на этих школах. Также мы привлекаем докторов с других поликлиник, больниц для проведения школ. Я как медицинский психолог принимаю население любого возраста и детей, подростков, и взрослых. И по программе «Активное долголетие» тоже ко мне приходят люди. Проблемы абсолютно различные. И с психосоматикой приходят, и с различными семейными проблемами. Я принимаю по всем вопросам. Абсолютно ко мне можно обратиться. Также по программе «Отказ от курения» ко мне ходят. Снижение веса мы тоже корректируем, потому что после снятия стресса намного легче корректировать свои питания и снижать вес. Каждый из нас знает, что проверять свое здоровье надо регулярно, хотя бы раз в год. Все знают, но мало кто делает. Причин тому много и занятости, и нежелание терять время в очереди к врачу. Да и вообще, чаще мы идем к специалистам, когда уже что-то заболит. Тем не менее, врачи рекомендуют особо тщательно контролировать свое здоровье курящим людям. Во время занятий школы здоровья на детских спортивных площадках был проведен мониторинг. Ребята отдули в прибор, который определяет состояние воздуха в наших легких. Так вот, в семьях, где родители курят при детях, показатели разительно отличались в худшую сторону. Возможно, это повод задуматься для многих взрослых. Бросить курить хотят все, не у всех получается. Почему? Мы решили узнать у жителей Сочи. Да, что такого, я сегодня покурила, а мне неохота. Вот захочется, а потом покурю, а мне неохота. Да ничего, я не привыкну. А привыкла. А теперь и хочется, я человек больной, мне нельзя курить. А я не могу с собой ничего сделать. Все врачи мои знают, что я курю, и, конечно, плохо, ругают. Ну и в то же время говорят, ну, понемногу, уменьшай, уменьшай дозы. Как-то вот уменьшай дозы. Уменьшай. Вот я работаю, работаю час, работаю два, работаю три. Я не курю. Потом бах, в мозгах что-то срабатывает, мне чего-то не хватает. Хоп, я не курила. Мозг дал сигнал. А почему ты не пошла покурить? Быстро курить. Мозг дает сигнал. Ну, правильно врачи говорят, что наш мозг до конца не исследован. Вот, допустим, не куришь, не куришь, потом какой-то вот стресс моментально за сигарету. Она, видимо, не то что успокаивает, эта сигарета, она меня, получается, отвлекает. Вот я понервничала от чего-то, вот я закурила, да, и как бы уже сосредотачиваюсь на сигарете, а не на том, что вот у меня сейчас что-то гложет, вот у меня неприятность какая-то. Я как бы вот этим вот отгоняю от себя этот стресс. А не то, что вот я никотин закурила, а ох, и он тебя успокоил. Нет, я просто себя отвлекаю от своего стресса. А бросить, да, девочки, действительно очень тяжело. И вот всем, вот можете сейчас на камеру, всем молодым девочкам, те, у кого вот маленький стаж, не курите, бросайте, иначе, когда станете пожилыми, ой, как будет плохо. Не, не, не курим, никогда не курили. Почему вы решили все-таки тобой? Ну, спортом занимаемся, потому что это все, как бы, это все, ребенок растет, все как бы, ну, мы против курения. Тем более, Сочи, город, который против курения, крайне негативно к этому относимся. Все зависит от желания. Если желание есть, по-моему, человек может со всем справиться. А если есть истинные причины, по которым он все-таки не хочет этого делать, он и не будет этого делать. И вокруг, ну, куча всего интересного, вкусного и волшебного. И зачем? Это не самый лучший выбор сигареты, на самом деле. Но это мое мнение. Это выбор, я же говорю, каждого человека, решать каждому, бросать. Нет, ну, неприятно, когда заходишь там в какое-то помещение и там накурено, это неприятно, и когда от человека пахнет. Это неприятно. А в любом случае, это выбор каждого человека. Пробовала, но не курю. Невкусно, неприятно, некомфортно, и все. Курю, да, курю, и пытаюсь периодически, но легче не становится. И продолжаю заново курить. Ну, я знаю все о своем здоровье и знаю таких специалистов, но легче тоже не становится того, что это знаю. Ну, это человек курит, потому что, ну, ему сейчас это надо. Он бросит. У меня есть тонна коллег, которые дошли до определенного возраста и бросили курить. Кому-то надоело, что вот хрипеть начинают, кому-то надоело, что постоянно тратят деньги на это и бросают, почему нет. просто я, например, пока до этого не дошел. Но я и начал, не в 17, как некоторые. Это такой силы воли надо иметь, чтобы бросить. У меня вот муж хочет бросить, но он никак не возьмусь, говорит. Вот, ну, я ему говорю уже, я говорю, просто силу воли надо взять. Это все от человека зависит. Никакие лекарства, ничего не поможет. Это просто силу воли нужно. Я отношусь лично отрицательно к курению. У меня родные вообще не курят. И знакомые тоже. Ну, практически никто из моего окружения не курит. У меня то же самое. И курение может рак легких быть. Такие опасные болезни, потому что это, ну, это плохо вообще. Самое главное, что в общественных местах сейчас запретили. Особенно кафешки, те же дневные и вечерние. Приятно просто посидеть без дыма, как это раньше в 90-е было. А так, все хорошо, закон принят в тему. Сами пробовали в молодости, все хочется попробовать, но понимаешь уже умом тогда, когда этого нельзя делать. Ну, а как еще? Я думаю, что это зависимость. Ну, я, как я считаю, что от этого можно отказаться. Это, ну, я не считаю это наркотиком, это злоупотребление дурацкой привычкой. К самому процессу курения отношусь очень отрицательно. Почему? Потому что у меня муж, не курил, мастер спорта, работник, бывший работник МВД. И, когда он стал курить, конечно же, было просто ужасно. Это дым, это задымленность, это для нас, не курящих, очень некомфортно было. Бросал, были моменты, что он бросал, но сейчас он курит. Ему уже вот под 80 будет, а он курит, а он курит, и, я не знаю, конечно, не очень хорошо. Это для здоровья, будем говорить, для общего самочувствия, гипертоник. А вот он ничего, он не может побороть себя в этом, не может. Ну, это слабость, наверное, такая в этом есть. Вот. Ведь были моменты, что бросал, понимаете, значит, может человек, да, справиться с этим недугом. Я считаю, что это недуг тоже. А к врачам, к специалистам обращались, или знаете, вообще, куда нужно? Да, он в санатории, вот здесь, вот мы здесь три года, и он в санатории отдыхал, здесь в Искре, и в Салюте, проводились какие-то, не какие-то, а вот иглоукалывания, вот, такие процедуры, физио, и всякие вот такие, но как-то положительно все это было, сказывалось. Кстати, в Сочи он и бросил здесь, пять лет не курил, а потом как-то вот, не знаю, что получилось. Видимо, человек, который курил, хотя в молодости он не курил, за что я его и полюбила. Не курил, не пил, пил молоко, студент был, понимаете? Вот, и вот так случилось. Кстати, в Сочи в этом году прошли первые антитабачные игры. Что это такое, узнаем из нашего сюжета. Международный день отказа от курения в Сочи прошли первые антитабачные игры. Горожан в очередной раз призвали отказаться от пагубной привычки. Акция по борьбе с курением началась с зарядки. Затем молодежь присоединилась к антитабачному шествию, которое прошло по улице Новогинской. Ребята призвали прохожих не вредить своему здоровью и в целом экологии города. В городе курить не модно. Мы хотим дышать свободно. Финишировало антитабачное шествие на площади флага, которое превратилось в спортивную площадку. Участникам антитабачных игр, а им мог стать любой желающий, предлагали посоревноваться в армрестлинге, подтянуться на турнике и поднять штангу. Как оказалось, свои физические данные решились продемонстрировать только не курящие. Участники не готовы к таким нагрузкам. У них, во-первых, отдышка, слабая выносливость из-за курения. Легкие начинают гнить из-за этого. Это очень мешает спорте. Легкие дыхания, собственно, задыхаешься, когда, например, бегаешь или тренируешься. Выносливость падает очень сильно. Лучше он кушать бананчики, чем курить и пить. Мне как бы родители запрещают курить. Я не люблю обманывать родителей. Ну и в общем это вредно. Вредит здоровью. А здоровье для меня главное. Из-за курения уже всякие болячки появляются. Там рак груди, рак легких, там почек и так далее, горло. И запахи все эти вот. Столько обобщаешься. Разные там моменты такие бывают. Главная цель первых сочинских антитабачных игр помочь отказаться от вредной привычки. В целом, акции по борьбе с курением в Сочи начались еще 10 лет назад, когда город принял хартию в Сочи без табака. Антитабачные игры прошли во всех районах курорта. В Хосте, например, все решившие бросить курить забивали на сигарету. Молотком. Побороть вредную привычку помогут в школе здоровья, Центре медицинской профилактики и совершенно бесплатно. Главное, считают врачи, желание самого человека. У нас есть программа очень большая отказа от курения. Работает также кабинет на Виноградной 43-2 работает кабинет по отказу от курения. У нас лечит очень хороший доктор, рефлексотерапевт Репихов. Программа тоже бесплатная. По медицинскому полюсу можно прийти, записаться и пройти помощь. Кто желает, просит курить. Тоже любой возраст, пожалуйста. У нас есть бесплатное обследование в Центре медицинской профилактики. можно записаться по телефону 253-01-96 на это обследование. Врачи проводят обследование, быстрое скрининг обследования, делают заключение и, если у кого-то есть необходимость, направляют в школу. И, повторюсь, записаться на прием к специалистам может любой желающий, вне зависимости от возраста и места прописки. Центр медицинской профилактики города Сочи работает по будням. Узнать информацию можно по телефону, который вы сейчас видите на экране и на сайте медпрофсочи.ру Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет Краснодарский край и наш город Сочи. Всего вам доброго и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова